Здравствуйте! Это программа в центре событий в студии Светланы Стебенькова. В начале выпуска коротко о главных темах. Как дальше жить будем на публичных слушаниях? В Думе города обсуждали, как поправки и правила благоустройства повлияют на соцпредпринимателей. Сначала надежду дали, а потом ее отняли. Как семьи Сургута борются с ипотечной системой? И спектакли песни мастер-класса «Третий по счету арт-пикник» прошел в нашем городе. Социальные предприниматели нужны Сургуту или нет? Ответ на этот риторический вопрос пытались найти бизнесмены на публичных слушаниях, которые состоялись накануне вечером в зале заседания городской думы. Обсуждались поправки в местные правила по благоустройству, в которых прописаны и нормативы установки точек продаж. Чего боятся местные производители продовольствия? И как развитие экономической столицы Югры губит сегмент продажи печати? Расскажем далее. Блок поправок в местные правила по благоустройству включал и список изменений, касающихся ларьков и купав. Борьбу уличной торговли администрация объявила еще несколько лет назад. И с переменным успехом киоски сносят. Однако до Моклов меч повис не только над нерадивыми предпринимателями и торговцами алкоголя с сигаретами. Неуютно стали себя чувствовать и такие виды бизнеса, как цветы, ремонт обуви, союз печать. Сотни встреч и переговоров с чиновниками и депутатами результата не дали. В этой территории, когда мы начинали ходить, это было шесть торговых точек. Сейчас, в данный момент, их осталось уже четыре. Это два павильона и два киоска восьмигранника. То есть мы хотели бы, чтобы нас поддержали и оставили на исторически сложившихся местах нашей торговли именно в тех придомовых территориях, на которых мы стоим уже более десяти лет. И даже там, где и двадцать лет. Кому мешает союз печать? Пожалуй, никому. Даже нормативными актами на уровне правительства России подтверждается ее социальная значимость. Но ни слова Кремля, ни мнения горожан, ни стараний предпринимателей не хватает для того, чтобы устаканить этот вопрос. В ответ бизнесменам, которым нужны ясность и стабильность, звучат только риторические тезисы. Что касается нестационарных объектов торговли, то в настоящее время разработан порядок предоставления права на размещение таких объектов. Будет выполнена корректировка схемы размещения таких объектов. Отдельная тема по специализированным, к которым относится ваша союз печать. То есть вопрос обсуждается в администрации, поэтому сейчас однозначных ответов сказать не скажем. Такая неопределенность ставит в ступор не только представителей малого бизнеса, но и вполне серьезные, основополагающие для города компании. В подвешенном состоянии находятся и сургутский хлебозавод, и мясокомбинат. Содержание собственного парка нестационарных объектов торговли – купав. Для них недешевое удовольствие, учитывая все требования Санпина. В свое время городская власть сама инициировала такой формат продажи местной продукции и питания. Причем по понятным причинам, которые и сейчас актуальны. В принципе, нуждаются наши горожане. То есть это шаговая доступность, и это очень удобно и выгодно для горожан. Что для малогородов, то для старшего поколения, что для мамочек с колясками. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что маломобильным группам населения просто попасть в магазин. Вопрос с безбарьерной средой не решен еще в социальных объектах, что уж говорить и о частных конторах. Тем не менее, на публичных слушаниях обсуждать заявления директора мясокомбината не стали по формальной причине. Мол, вопрос нехозяйственной деятельности, а размещения нестационарных объектов. Представители бизнеса до сих пор не понимают, а в чем, собственно, суть претензий. Поэтому даже пытаются, забегая вперед, брать инициативу на себя. Мы готовы за счет себя подготовить эти нормальные торговые места, для того, чтобы было никаких заводчений. Мы это согласованы, то все в слове, для того, чтобы это было уже один раз, но полностью выполнено. Мы готовы на это пойти. Но почему-то в прошлый раз этот вопрос остался без рассмотрения. И в этот раз обсуждать такой формат частных инвестиций в Сургут не стали. Вроде как вопрос не по теме публичных слушаний, даже несмотря на задачу по созданию нормального делового климата в городе. Дарья Давыдова, Дмитрий Подлесной, Анатолий Метельченко, Сургут, Интерновости. У аэропорта Сургут может появиться новый акционер. Речь о компании «Новопорт», которая этой весной проводила экспертизу в воздушной гавани для составления дорожной карты по реконструкции комплекса. Как пишут наши коллеги из сургутской трибуны, проведя анализ рынка авиаперевозок в Югре, специалисты предложили правительству округа в развитии внутрирегиональных авиаперевозок сделать акцент на аэропорт как раз-таки нашего города. Сейчас «Новопорт» вышел с предложением к властям ХМАУ провести реконструкцию аэровокзала и стать его акционером. С ответом на предложение правительство пока не определилось. По словам главы региона Натальи Комаровой, сейчас идет начальная ступень переговоров и важно, чтобы новый игрок на воздушном рынке не начал формировать несправедливую тарифную политику. Впереди экспертиза поступившего от «Новопорта» предложения. Один из самых безопасных сургут в рейтинге самых спокойных городов для жизни занял четвертое место. В прошлом году в соответствующей таблице наш муниципалитет располагался на восьмой позиции. Вопрос проводили эксперты портала «Домофон Трум». На вопросы специалистов ответили почти 260 тысяч человек. Им предлагалось оценить от 1 до 10 баллов, насколько они согласны с высказыванием. «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток». В Сургуте на вопрос ответили 825 человек. Добавлю, что наш сосед Нижневартовск занял в рейтинге третье место. Самый безопасный город России, по мнению респондентов, в Грозной, на второй позиции – Сочи. Стоит отметить, что среди проблем, которые влияют на общее ощущение безопасности, люди отметили плохое освещение улиц, агрессивное поведение бездомных животных и уличную преступность. Помощь старшего брата поселения Сургутского района передали свои полномочия по формированию земельных участков под строительство социально значимых объектов администрации муниципалитета. Такое решение приняли депутаты накануне на очередном заседании Думы. Обусловлены поправки тем, что населенные пункты района не имеют достаточных ресурсов для такой деятельности. При этом объединение функционалов в администрации позволит наладить работу по формированию территорий. Этот шаг повысит инвестиционную привлекательность социальной застройки в Сургутском районе. По крайней мере, на это надеются чиновники. Для того, чтобы как раз осуществить в полном объеме эти программы, построить, например, там по спортивным комплексам, вот тот же Барсово, которые сами поселения не встали. Поселения у нас все дотационные, поэтому вы прекрасно понимаете, что своими силами им просто нереально осили. Поэтому это делается за счет бюджета Сургутского района. Смертельная авария произошла сегодня ночью в поселке Белый Яр. Около трех часов молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Hyundai, на большой скорости въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП 24-летний водитель погиб на месте. В иномарке также находился пассажир. Пассажир, гражданин 1994 года рождения, получил телесные повреждения и доставлены в больницу города Сургута. С начала года это уже третья авария, которая произошла по вине пьяного автомобилиста. В этих дорожно-транспортных происшествиях погибли 4 человека. 113 югорских семей улучшили свои жилищные условия благодаря целевым программам ипотечного агентства Югры за 6 месяцев 2017 года. Еще 25 ячек общества уже получили уведомления о возможности получения субсидий. В этом году на эти цели выделено почти 165 миллионов рублей. Вместе с тем, сегодня в списках нуждающихся в улучшении жилищных условий числятся без малого 27 тысяч молодых семей. Из них 8,5 тысяч – жители Сургута и Сургутского района. В период с 2009 по 2017 год субсидии улучшили жилищные условия 16 475 молодых семей. Перечислена субсидия в размере 12 миллиардов 739 миллионов 906 тысяч. Юлия Христолюбская в число у этих счастливчиков не попала. Почти 7 лет назад Сургутянка подала документы на субсидию в рамках программы «Молодая семья». И все было в порядке до тех пор, пока Христолюбские не решили переехать в квартиру большей площади. Дмитрий Подлесной продолжит тему. В 2010 году Юлия Христолюбская вместе с мужем решили поучаствовать в жилищной программе «Молодая семья». Им компенсировали процентную ставку по ипотеке, плюс ко всему Христолюбские оформили еще и документы на получение субсидии на ребенка. В них указали, что у Юлии есть одна третья доля в квартире родителей. Пакет одобрили. Спустя 6 лет очередь подошла. В тот момент я была в положении, мы ждали второго ребенка, в общем мы написали, сидели в потечное агентство, проконсультировали с ними. В итоге мы написали отказ о получении субсидии на первого ребенка, чтобы можно было получить субсидию на двух ребятишек сразу. Когда ребенок родился, мы поняли, что нам в однокомной квартире тесноват, они были детки разнополые. Мы решили попробовать воспользоваться программой расширения. По условиям программы при покупке жилья, большей площади у Юлии сохраняется право перенести компенсацию процентной ставки со старого ипотечного кредита на новый. Для этого нужно лишь выполнить часть несложных правил, в частности, приобрести квартиру от застройщика. Тут-то и начались проблемы. Мы знали, что нужно купить квартиру у застройщика, и квартира должна быть на востройке. Мы пришли в компанию «Северстрой», которая везде говорит о том, что они продают квартиры у застройщиков. Мы посмотрели эту квартиру, она была полностью черновой отделки, и у нас никаких вопросов не возникло вообще. Мы когда стали оформлять документы, подписывать в Сургутнике Госбанке трехсторонний договор, нам через пару дней пришел отказ из ипотечного агентства о том, что мы не можем получать компенсацию ипотечной ставки. Почему? Потому что «Северстрой» не является застройщиком. Однако в одном из предварительных договоров, который есть на руках у Юлии, данная компания называет себя именно застройщиком. Юлия решила отстаивать свое право на компенсацию в суде. По словам юристов, у женщины есть все шансы на благоприятный исход дела. Одно из основных положений данной программы – это приобретение жилья на первичном рынке. А соответственно, если приобретено жилье в новостройках, что является первичным рынком, то я считаю, что данный отказ неправомерен, незаконен, и у граждан имеется право обратиться в суд и обжаловать данное решение. Но и это не конец истории. В мае Христолюбским пришел отказ и на получение субсидии на детей. Обратясь в ипотечное агентство с вопросом «почему?», нам сказали, что нужно было тогда вам не покупать квартиру. Мы сказали, что пришли к вам за консультацию, могли бы нам подсказать. В общем, нам отказали субсидии на ребятишек, потому что у меня есть доля 1 третья. Выходит, когда Юлия подавала документы на одного ребенка, эта доля на получение денег не влияла. А теперь, когда включили в субсидию второго малыша, каким-то образом эта часть недвижимости стала камнем преткновения. Очень странно получается. Теперь семья лишена вообще всех субсидий. И на детей, и компенсации ипотечной ставки. Вот она, поддержка молодых семей в действии. Дмитрий Подлесной, Полина Бахир, Борис Шибалдов, Сургут Интерновости. Культурный опен-эйр для всех. В Сургуте состоялся третий по счету арт-пикник. Мероприятие уникальное тем, что в один день и в одном месте можно послушать лучших музыкантов, посмотреть спектакли, поучаствовать в десятках мастер-классов самых разных направлений. А генеральный информационный партнер телерадиокомпания Сургут Интерновости приложила руку к тому, чтобы о таком празднике узнали как можно больше горожан. Екатерина Любешева знает больше. Голос Алены Поль знаком каждому, кто хоть немного интересуется культурной жизнью в городе. Ее песни в том числе и задают ту челлаут атмосферу, за которой пришли сюда гости. Со стороны это напоминает тусовку хиппи. Все расслаблены и наслаждаются жизнью. Алене со сцены не слышно, но в такт ее музыкантам подыгрывают многие. Кто на чем. Александр Павлов и его друзья принесли целый кулек музыкальных инструментов, названия которых незнакомы обывателям. Пожалуй, самый обычный из них – варган. Самое главное – очень мощный терапевтический эффект на самом деле. Вибрация идет по зубам сразу в мозг, расслабляется мозг, отрывается третий глаз, снимает напряжение шейны и прорабатывается остеохондроз воротниковой зоны. И настроение, и медитация, и все, что хочешь. И танцы, пляски. Наверное, именно поэтому варган в сочетании с бубном облюбовали хантыйские шаманы. На самом деле все мероприятие – это вообще отборный изюм, то есть программа очень насыщенная, более десяти мастер-классов, которые идут там, даже многие параллельно друг с другом, музыкальные выступления лучших коллективов города, спектакли, приятная атмосфера. В общем, мы собрали все лучшее в один день, в одном месте, и при этом на свежем воздухе. Поэтому, мне кажется, это именно такое мероприятие, которого городу не хватает. Своё получили все, кто бы зачем ни пришел. И концерт первоканальных звезд, и фотосессию в лесу «Лис». Инсталляцию оформляли, кстати, сотрудники культурного центра «Порт» и их друзья. И мастер-классы, в том числе по сохранению здоровья. Очень простые движения есть для позвоночника, для того, чтобы он был здоровым. Должно быть движение «прогиб» и «антипрогиб». Вместе с дыханием на вдохе мы грудную глетку раскрываем, на выдохе вытягиваемся назад. И скручивание в правую-левую сторону. Наверх вытягиваемся макушка на вдохе и с выдохом поворачиваемся в комфортном режиме. На вдохе снова вытягиваемся и на выдохе делаем скручивание. Формат арт-пикника в нашем городе прижился и нашел своего зрителя. А поэтому делать его ежегодно было бы хорошей традицией. Мне очень нравится, что можно вот так вот полежать, послушать музыку. Не дома сидеть, а в такой прекрасный день. Быть со всеми. Наслаждаться атмосферой. Екатерина Любешева, Сергей Коликов. Сургут. Интерновости. Завершит выпуск коммерческая информация. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Лето наконец-то пришло и в Сургут. Молодежь сдает экзамены и готовится вступить во взрослую жизнь. А вот детвора проводят много времени как на улице, так и дома, за компьютерами, осваивая просторы глобальной сети. А потому вопрос интернет-безопасности звучит остро для всех. Всемирная паутина давно уже перестала быть роскошью и перешла в разряд необходимых ресурсов. Без нее никуда. Новостные ленты, игры и общение с друзьями в соцсетях, походы по магазинам, оплата услуг. Да еще и много полезных дел можно решить онлайн. Мы решили узнать у горожан, соблюдают ли они элементарные правила интернет-безопасности. В первую очередь, естественно, не открывать подозрительные письма с неизвестных имейлов, не лазить по сайтам сомнительного содержания, ну и, естественно, использовать антивирусную систему какую-нибудь хорошую. Ну так же, да, быть осторожным. Ну вот если, допустим, злоумышленник тебе пишет какие-нибудь такие очень вопросы странные, то их просто, ну, на них не отвечать, скорее всего, и все. Не давать свои данные. И в соцсетях тоже много о себе информации не выставлять. Да меньше лазить, где попало, и все. Потому что многие же лазят, где не надо, там заходят, лайкают всех и так подряд. Они потом их и взламывают. Чисто свой круг общения создать, с кем ты хочешь общаться, а там уже закрыть все. У меня даже все фотографии закрыты. Следить за детьми нужно, общаться с ними, спрашивать, что они сегодня видели там. Потому что если с детьми не разговаривать, они никогда не расскажут, если что-то с ними случится плохое. Здорово, когда заботу о вашей интернет-безопасности берет на себя провайдер. В компании «Митросеть», например, антивирусная программа и сервис «Детский интернет» доступны всем абонентам. Причем абсолютно бесплатно. Активировать эти услуги можно прямо у себя дома, в личном кабинете. Мы позаботились о наших клиентах и к вопросу интернет-безопасности подошли со всей ответственностью. У всех наших абонентов есть возможность бесплатно установить на свой компьютер или другое устройство лицензионное антивирусное программное обеспечение «Доктор В». Также через личный кабинет абоненты смогут подключить сервис «Детский интернет», который будет отслеживать и анализировать запрос, введенный ребенком, и блокировать доступ к нежелательным или опасным сайтам. Все очень просто. Заходим в личный кабинет, нажимаем кнопку «Включить», вводим четырехзначный пароль, например, 1234. На зарегистрированный номер телефона придет смс-сообщение с подтверждением. В течение 30 минут будет полный доступ к услуге. Просто и не выходя из дома. К тому же абсолютно бесплатно можно активировать такие важные для всех пользователей интернета сервисы и с удовольствием, а главное, безопасно бороздить просторы глобальной сети. Если вы, конечно, являетесь абонентом компании «Метросеть». Если нет, то подать заявку на подключение можно прямо сейчас на сайте metrodefisset.ru. Доктор Бужинаев обучался медицине с пятилетнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Где одежду нам найти? Нужно в Мегахенд зайти. Всей семье одеться просто. И скидки здесь до 90. Секонд-хенд Мегахенд. Сургут ТК Пассаж 1 этаж. Акция действует до 31 декабря 2017. Долго. Лечить с водоваром ограничено. Возможности до 100 консультантов. Включи «Лаврадио» твоей мечты. Яркие летние скидки в магазине «Адам». Минус 50% на весь ассортимент женской одежды. Платье, юбки, брюки, туники стоят наполовину меньше. Не упустите отличную возможность. Магазин «Адам». Одежда для дам. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Современные квартиры в готовых домах от компании «Сипромстрой» это удобно и выгодно. С экономией времени и без переплат. Телефон единого отдела продаж в Сургуте 600-190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой. Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». И о погоде на 28 июня. Здравствуйте в студии Дина Кристиан. В среду погода в Западной Сибири испортится. Виной тому станет Атлантический циклон, который накроет большую часть региона слоисто дождевыми облаками. Что ограничит приток солнечного тепла, но не помешает температурному фону оставаться на 3-5 градусов выше своей климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно. С прояснениями местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 11-16. Утром облачно с неустойчивыми прояснениями. Кратковременный дождь. На столбиках термометров 16-19 градусов тепла. Днем также облачно с неустойчивыми прояснениями. Ливни и гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Порывистый. Температура воздуха плюс 19-24. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Весна-лето-2017». В салонах обуви «Саламандр» акция «Ваш дисконт» умножим на 3. С 26 июня по 2 июля 2017 года. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать, вечером начнет расти и составить 747 миллиметров ртутного столба. Активные товары для активных малышей. Горьки, велосипеды, самокаты, электромобили. Огромный выбор в «Карапузе» на нефтьюганском шоссе 22-1. Активный отдых, спорт или дача. «Карапуз» решит задачу. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Пусть ваши мечты сбываются. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова